Время месяца все наши воины вернутся домой. О времени том будут напоминать их ордена и медали, нашивки за ранения и, конечно, стихи и песни, написанные в это трудное и тревожное время. Но вот мы снова с тобой не зри, мы идем в гора. Мы все вернемся, но сошково-то оттуда. И в полфигоды в Азганистане и вот весной пришел мой депет, и я вернусь к себе домой. Девчонки милой, от счастья пьяной, клевру в глаза. Песни стреляют, а там, как прежде, идет война. В каких местах профессиональных артистов не бывает? Слишком опасно. Да и как доберешься? А потому воины разных частей, можно сказать, обмениваются концертами художественной самодеятельности. Пусть не удивляет вас участие в них девушек. Все они служащие советской армии. У каждой пусть и вспомогательная, но вполне военная профессия. Медсестры, повара, пистолет. Да и всяких военных неожиданных достается им вполне. Незаменимы они и в минуты отдыха, и в работе агитотрядов, которые идут в боевых порядках войск. Валя Раутская, Валя Столкова, Лена Кадыкова. Их артистической популярности в родной части может позавидовать любая эстрадная звезда. Песни их шли с ними. Тихо, полголоса, звучали на ледяных высокогорных ночевках, нескончаемо длинных переходах, под войн душманских дней и разрывом снарядов. Я думаю, эти песни необходимы, они рождены здесь. Мы говорим, я думаю, так же. Я думаю, не будет нескромно, если скажу, что мы говорим словами тех, кто здесь служит, кто воюет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именно здесь в Афганистане ощущаешь душой и сердцем свою причастность к России, к нашему великому интернациональному братству. И узнаешь настоящую цену и родине своей, и дому, и близким. Солнце бледно-горячим лимоном на безоблачном небе висит. От него не уйти, не спрятаться, лишь сухую губу прикусить. Выжигая до соли кожу на лице, на руках, на спине, оно может кому-то смеется, улыбается, но не мне. Потому что за поворотом будет 48-й километр. Потому что я просто пехота. А во фляге воды уже нет. С какой любовью хозяйки этого уютного кафе готовились к вечеру. И домашние пироги, и самовар, и ароматный чай, чтобы все как у мамы или жены. В этой атмосфере обволакивающей доброжелательности всем хотелось выплеснуть все, чем жил эти месяцы и годы. И они говорили, говорили. Читали стихи и пили песни. За столом друг для друга, а у микрофона для всех. Из разных мест мы собрались сюда. Сердца касаем лишь воспоминания. И снятся по ночам нам города, Которым мы сказали до свидания. Нам не забыть все то, что там нас ждет. Чему стремимся сквозь стальные грозы. Дай Бог увидеть вновь, как русский дождь идет. Как мокнут под ним русские березы. Дай Бог увидеть вновь, как русский дождь идет. Как мокнут под ним русские березы. Но над собой не властен человек. И память наша, небо в нашей власти. Нам не забыть Афганистан вовек. Его жару невзгоды и напасти. Берез зеленкой будем долго называть. И позабыв о том, что мы с тобой дома. Средь ночи будем АКС искать. Проснувшись от шальных рассадов грома. Средь ночи будем АКС искать. Проснувшись от шальных рассадов грома. Здесь идет война. Каждый из них храбрый воин, верный товарищ, заботливый командир и человек. В самом высоком смысле этого слова. И вы не могли не почувствовать этого в нашей передаче. На войне люди кожей ощущают бесстрашие, безотказность, преданность, бескорыстие тех, кто рядом. А главное, они вернутся домой с немалым жизненным опытом. С готовностью всегда подставить свое плечо к другому. Вам же я скажу, однако, здесь ответ один такой. Письма, братцы, для солдата, что вернутся в край родной. Так пишите чаще вести. Кто чем дышит? Что дают? Напишите, как там песни наши русские поют. Как всегда стипает дело. Всем сомнениям вопреки. В риске доля есть удела. Так дерзайте ж, мужики. Чтоб молва о вас летела. И до наших уголков. Чтоб сказал я, то ли дело. Знай кубанских мужиков. По их стихам и песням тоже будут писать историю этой войны. Они знают правду, и они искренне. Все, что слагают здесь военные поэты и композиторы, они, домобилизуясь, увозят с собой на родину. Стихи и песни об Афганистане знают и поют все. Я иду по земле, увядающей в осени сада. Вспоминаю, что было тяжелой прошедшей порой. Помню зарево свет, полыхавший в кустах винограда. Когда первый десант под Кабульскою таял горой. По афганской земле за прошедшее время немало. Разложила по скалам Россия своих сыновей. Почему же на их обелисках так мало Слов о том, что ребята погибли за наших друзей. Это нужно для всех, словно память живая. Это нужно для тех, кто порой обнаглев Произносит слова память павших, стирая. Сделать в жизни своей ничего не сумев. Я иду по земле, увядающей в осени сада. Вспоминаю, что было тяжелой прошедшей порой. Помню зарево свет, полыхавший в кустах винограда. Когда первый десант под Кабульскою таял горой. А вот в больших гарнизонах у советских воинов, проходящих службу здесь, в Афганистане, случаются и такие приятные хлопоты. Из обычного плаца, по которому они три раза в день под оркестр ходят на завтрак, обед и ужин. Где отличившимся вручают боевые награды. Проходят церемонии прощания со знаменем части. Они сооружают и сцену из кузовов двух КамАЗов, и зрительный зал под открытым небом. Когда советские артисты, работающие в разных жанрах и художественные коллективы, приезжают в Афганистан, они обычно начинают свои гастроли с выступлений перед нашими воинами. Владимир Винокур уже был здесь. Все знают, что он заслуженный артист республики и родом из Курска, что он талантливый пародист и исполнитель смешных интермедий. И все-таки солдатам, окружившим его, хочется расспросить еще о многом. У меня в армии все началось, я первый и чужий, мы их голосами заговорил в армии. Вернее, как раз, потому что я расстрелял своих друзей, солдат, срочный, шел, говорил голосами командира. Вот. Первый ваш рассказ, старшина, да? Да, старшина, вот мой старшина, живой человек. То есть он был, просто авторы потом написали. Вот. А у меня был случай в армии такой, я пошел в увольнение с моим другом и с ним подсохил, что голосом пошел. Командир, они зато, полковник. Позвонил в часть и вызвал машину. Машину, чтобы за нами приехал, машина. Позвонил, у нас уже с этого, человек был такой, армянин-контональ. Ну там дежурный служб, я говорю, алеша, машина, давай, 16 минут. Барни, все, 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 все. Десять машину приедет. И на ней поехали. Ну, нас там ждали. Ну, потом, несколько лет прошло, я уже стал артистом, все, и он мне говорит, сынок, сынок, я так рад, что ты стал артистом. Это так приятно, что ты артистом стал. Хороший артист. Это правильно, что тогда я тебе дал время подумать, Керс. Понимаете? А вот тот друг мой, с которым мы ходили, ходили в увольнении, это известный композитор сейчас, Юргий Мурсистян. Высказал, здесь много песен. Слово. Ну как настроение? Нормально. Ну сейчас мы его вам поднимем. А до этого, несколько лет назад, там же служил человек, который написал песню, я считаю, 20 века. Это День Победы. Тухман тоже служил там. Тухман тоже служил. Тухман тоже служил. Тухман тоже служил, какого, я считаю. Но он был я прежде, как огурчик сенчий, логкий, словно горное, казан. А теперь устал, дал где альфикрана, эту самлюдаю гротан. Вот если что было, вот если что было, поддай у нас, да молчу? Я люблю бывать в частях и подразделениях нашей советской армии в Афганистане. Разные чувства переживаешь в эти минуты. Вспоминаешь то, что видел и слышал о той давно прошедшей войне. И думаешь о том, что происходит сегодня в Афганистане. И хочется, чтобы все они были живы. Кто здесь сидит на этом концерте? Наши советские солдаты и офицеры. Многие из них только что вернулись в задание. И все они завтра уходят в бой на разгром банды непримиримых. Они знают об этом. Приказ получен. А сегодня идет концерт. И давайте вместе посмотрим на такие дорогие для нас солдатские лица. Слово всех нас в кино приглашает сегодня афиша. Неподренный сюжет, все актеры забыты сейчас. В 43-й сатишке, разрыва снарядов не слыша. Вместо лба и девчонки танцуют любимый свой марс. В 43-й сатишке, разрыва снарядов не слыша. 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 В 44-й сатишке, разрыва снарядов не слыша. Конечно, смотреть концерт наших прекрасных артистов на земле Афганистана, Это очень здорово, потому что каждый сидящий здесь вспоминает свой край, откуда он пришел выполнять свой интернациональный долг. И хочется сказать большие слова сердечной благодарности Иосифу Давыдовичу за то, что он является нашим большим культурным шефским наставником. Почему? Потому что именно он, когда прилетает к нам сюда в Афганистан, наверное нет того места, где бы он не смог прилететь или приехать к нашим советским воинам. И мы его по праву называем своим боевым товарищем, другом нашим советской песни, потому что там, где он, там есть советская песня. От имени всех наших ребят, которые здесь собрались, хотел бы передать привет и в целом всему советскому нашему народу, советским людям всем сказать, что мы достойно выполним свой интернациональный патриотический долг на земле Афганистана. И хотелось бы передать привет своим родным, своим близким. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон.